Владимир Зеленский на проходившем форуме предоставил общественности список за множество мероприятий, которые будут проходить во время празднования главного праздника страны – Дня независимости. В этом году Украина празднует круглую дату – 30 лет независимости. По мнению президента, это ещё одна причина для проведения столь масштабного праздника. С 16 августа будет представлена оригинальная версия первой украинской конституции, документа, без которого, возможно, не было бы такого понятия, как «независимая Украина». Президент сообщил, что 22 августа украинцы помянут людей, благодаря которым в 2014 году была отстояна независимость. Это участники АТО, волонтёры и врачи. Празднования пройдут во всех регионах страны. В частности, фасады зданий Верховной Рады, Национальной Оперы, Дворца Украины ЦУМа, Торгово-развлекательного центра «Гулливер» в Киеве будут окрашены в цвета государственного флага. Самым главным событием будет проведение крымской платформы, на которой будут обсуждаться вопросы временно оккупированных территорий. 23 августа в Национальной Опере Украины запланирован праздничный концерт для глав государств с участием легенд оперы и балета. 24 августа на главной улице столицы состоится праздничный парад Вооружённых сил Украины. Вечером 24 августа в НСК «Олимпийский» начнётся праздничное шоу «Независимость в нашей ДНК». День независимости страны с участием звёзд эстрады, артистов, оперы и балета и симфонического оркестра. Кстати, Крымская платформа – это саммит, который соберёт 28 государств и международных организаций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 28 государств и международных организаций подтвердили своё участие в саммите Крымской платформы. «Это будет беспрецедентное международное событие в истории Украины», – сказал Кулеба. При этом он не назвал страны, подтвердившие своё участие в саммите, но указал, что в нём примут участие все основные государства-партнёры Украины – в Европе и Северной Америке. По словам главы МИД, Киеву удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма. Кроме того, страны-участницы первого саммита практически завершили согласование Крымской декларации, которая должна быть обнародована по окончании саммита. По его словам, будет разработана долгосрочная концепция работы платформы по пяти приоритетным направлениям – политика непризнания незаконной аннексии Крыма, санкции, безопасность в Азово-Черноморском регионе, защита прав человека и уважение международного гуманитарного права, экологические и экономические последствия аннексии. Напомним, Кулеба также заявил, что для России Крым уже стал чемоданом без ручки, а крымский саммит сделает его непосильной ношей. Он подчеркнул, что России очень не нравится объединение государств, поэтому российские элиты будут максимально препятствовать этому.